Всем привет! Меня зовут Гнум и в этом выпуске мы поговорим о свежепоказанных картах из пробуждения древних богов, которые случится уже совсем скоро. Первая карта Твилайт Хаммер или Сумеречный Молот, оружие Украчогала из World of Warcraft, новая классовая карта Шамана. За 5 маны мы получаем оружие размером 4х2, после своей смерти этот молот оставляет под нашим контролем элементаль с такими же 4.2 статами. Статы оружия сразу наводят на ассоциации с серебряным клинком паладина и с укусом смерти у воина. Оба они имеют такие же характеристики, но стоят на одну ману дешевле каждая. При этом паладинский меч нас хилит, а варовский ауешет и обе обилки очень полезны. Во сколько маны мы могли бы оценить этот хил от Труссилира или Вирлвинт от укуса? Ну я думаю оценка в одну ману была бы справедливой, значит в случае этих старых и очень крутых вэпонов мы платим одну ману за обилку и оставшиеся 3 маны за пушку 4х2. Если применить такую же арифметику к новому сумеречному молоту, то выходит, что мы платим 3 маны за ровно такое же оружие и еще доплачиваем 2 маны сверху за элементаль от 4.2. Хотим ли мы играть с учетом 4.2 за 2 маны? Ну конечно это не предел мечтаний, но вполне неплохо, для лада разгодится. Выходит, что этот новый топор такой же крутой, как Труссилир и Укус Смерти? Мне кажется нет. Во-первых, здесь отлично подойдет поговорка «ложка дорога к обеду». Оружие с атакой 4 отлично смотрится на 4-й ход, оно может убить большинство существ за 4 маны, например того же Вездесущего Крошера. На 5-й же ход оружие с атакой 4 уже много где забуксует. Огромное количество популярных 5-х дропов не умрет от одного удара этого оружия, а значит эффективность его будет явно ниже, чем эффективность Труссилира или Укуса Смерти. Во-вторых, есть вопросы и к призываемому элементалью. Да, 4.2 за 2 маны это конечно неплохо, но опять же вспоминаем про своевременность. Мы рады существу 4.2 на 2-й ход, но на 6-м ходу существу 4.2 уже не выглядит таким опасным. Родившись на 6-й ход, элементалью 4.2 скорее всего умрет очень дешево, и мы не получим сильного преимущества от обилки нашего оружия, чего нельзя сказать об обилке Труссильвера, а от обилки Укуса этот элементалью отстает вообще чудовищно. Так что же, выходит карта плохая, и этого тоже мы сказать не можем. Есть некоторая вероятность, что Думхаммер будет понерфлен вместе с некоторыми другими картами, потому что его синергия с дубиной плюс 3 к атаке просто чудовищна. И в таком случае у шамана останется совсем не богатый выбор из оружия, хотя медленно шаманы прекрасно играют и вообще без оружия. Так что, друзья, в итоге вот моя крайне точная и верная оценка. Записывайте. А пес его знает, будет играть этот молоток или нет. Ну, либо будет, либо нет, натурально. Ну, на арене же вполне годная карта, тем более, что в эпик слотах часто предлагают барахло. Вторая карта. Keeper of the Swamp. Хранитель болота. Новая классовая карта друида. Испорченный хранитель рощи. Старый хранитель рощи, кто не помнит. За 4 маны мы получаем существо размером 3х3 и дополнительно выбираем один из двух эффектов. Либо призываем себе слизь размером 2х2 без обилок, либо получаем разгон на один пустой кристалл маны, аналогично буйному росту. Карта, с какой стороны ее не меряй, весьма жирная. Давайте померяем ее вместе с токеном. За 4 маны мы получаем суммарные статы 5-5. Есть сторонники теории, что у подобных существ можно суммировать только хп, а атаку суммировать нельзя, потому что их можно убить по отдельности. Тут сложно вывести какой-то единый верный принцип измерения, но мне кажется, что так мы можем мерить только существ с десратлом, потому что существа с десратлом не могут атаковать одновременно в один ход, а только по очереди. Тут же мы получаем обоих существ сразу, и оба не могут атаковать, поэтому их атаку можно просуммировать. Так что выходит 5-5 за 4 маны. Вполне годно, тем более, что распределенный статов по разным существам чаще является достоинством, нежели недостатком. Конечно, это ситуационно, но чаще это полезно, потому что такое существо сложнее вычистить. Второй момент это моноразгон. Друид очень чувствителен к моноразгону, сдача с вальдгроутом в руке в разы лучше, чем сдача без него. Часто исход по партии определяется тем, сдал ли себе друид разгон или нет. Конечно, разгон на 4 ход это хуже, чем разгон на 2, тут спору нет. Но, во-первых, к этому разгону мы получаем весьма приличную тушку, а во-вторых, нам и не нужно выбирать между рогачом и извращенцем новым и буйным ростом. Они будут играть вместе, дополняя друг друга. Сыграв вг на 2 ход, мы можем на следующий поставить хранителя болота, а с уходом из стандарта крошеров 4-3 вопрос 4 дропа встает очень остро. А даже если вальдгроут не завезли, лучше разогнаться на 4 ход, чем вообще не разогнаться, потому что топовые карты друида стоят весьма недешево. Те же деревья, вспомните, эпические. Нужно уточнить, что в отличие от буйного роста, если мы юзаем разгон на максимуме кристаллов, мы не получим вместо него карту. Для того здесь и есть второй вариант розыгрыша. Но что больше всего подкупает в этой карте, так это ее универсальность. В каждой ситуации мы выберем именно тот вариант, который нам выгоден. Друид Когтя не обладает суперобилками, тот который 4-6 или 4-4 с рывком, или огромными статами. Но тем не менее, он лежит вообще в каждой колоде друида благодаря своей универсальности. То же самое можем сказать о гневе, об оригинальном хранителе рощи или о древе мудрости, который либо берет карты, либо хилит нас. Возможность выбора делает эти карты крайне сильными в любой колоде. И новый рогач, хранитель болота, на мой взгляд, отлично составит этим картам компанию. На арене это также очень сильная карта, хотя бы из-за своих местных статов. И третья карта, ревейджинг гуль, яростный гуль, классовое существо воина. За 3 маны существо 3-3 при ходе в игру наносит 1 урон всем существам, кроме себя, и чужим, и своим. Эдакий верлвинд на ножках. Совершенно очевидно, что карта сильная, но давайте попробуем выяснить и измерить, насколько она сильна. В первую очередь ему стали прочить место в патрон-колодах вместо выходящих укуса смерти и гуля. Unstable гуля, которые составляли половину способов раскрутить патронов. К сожалению, сюда новый гуль вложится не так гладко, как хотелось бы. Укус смерти идеально подходил к патронам по монокосту, ведь на 4-й ход мы ставили укус, убивали какое-то существо оппонента, а на следующий, 5-й ход мы ставили патроны, давали ярость за 0 и ударом топора получали в итоге 4 патронов на столе. С этим гулем так сделать, конечно, не получится. О супер-быстрых патронах придется забыть. Нам придется либо ставить патроны на 5-й ход, чтобы размножить его на следующий, и надеяться, что его не убьют, но это совсем дурацкий план. Либо нам придется ждать минимум 8-го хода, чтобы все сделать в один ход. Конечно, это уже не так быстро, как раньше, но за неимением лучшего может сгодиться и это. Ну да ладно, черт с ними с патронами, этот гуль прекрасно ляжет и в самого обычного контроль воина. Это вполне приличная 3-3 тушка с офигенной обилкой, точно будет лежать в двух экземплярах в каждом контрольном воине. Раньше каждый воин при сборе колоды ломал себе голову. Вот не положишь верлвиндов, можно не отмахаться от оградек. А положишь верлвинды, будешь сидеть с ними против контроля и грустить. Теперь такой проблемы нет. Новое существо прекрасно сыграет против любого архетипа. Он ауешит мелочь, он активирует казнь, он домогает собственного мастера брони и мистера мазохиста. В общем он делает все то, что раньше делал укус смерти. И конечно он нам не заменит уход лучшего оружия в истории игры, но немного поможет пережить его уход. Но и это еще не все. Новая карта воина это коммон, ребята. Посмотрите на белый кристаллик в центре. Новая карта, карта обычной редкости. Конечно это не играет роли в констракте, если не считать того, что можно иметь в колоде 2 экземпляра. Но зато это еще как важно на арене. Мы уже привыкли к доминации там рок, магов и паладинов. Если честно, даже всегда новая и интересная арена перестала быть такой уж новой из-за жуткого дисбаланса классов. Из-за силия одних и тех же героев. Но вот мы видим новую офигенную карту вара для арены. Обычная редкость значит, что попадаться она будет довольно часто. И есть надежда, что воин сможет подняться со дна арены. Вероятно Близзард планировали отдать эту карту магу или паладину, но что-то перепутали, что-то пошло не так. Вот бы они еще так же перепутали, дали каких-нибудь бы клевых коммонов варлоку, ханту, престу и друиду. Было бы совсем хорошо. Кроме того, нужно учитывать, что на арене классовые карты из последнего дополнения классовые карты предлагают чаще. Это означает, что до тех пор, пока пробуждение древних богов будет последним, крайним вышедшим дополнением, карты из него, в том числе РВ Джангуля, будут предлагать нам чаще, чем карты из предыдущих дополнений. Ну что же, в итоге всего обзора мы имеем одну неопределенную карту и две однозначно очень крутых карты. И если честно, эти неказистые рарки и коммоны возбуждают гораздо больше, чем распиаренные легендарные древние боги. На этом все, друзья. Делитесь вашими комментариями под видео и подписывайтесь на канал. Всем пока и удачи!